Дорогой донатер с никнеймом Вольному воля! Вольному воля! Вольному воля, спасибо большое за донат. С текстом Сокол стал Леосом. Новый видос. Ну, как говорится, с кем поведешься, оттого и... Да, оттого и забеременеешь. Давайте посмотрим. Голос, стыд и неловкость. Приветствую тебя, ищущий сокол. Недолго летал в небесах, и вот он спустился прямо на мой мониторчик, чтобы предоставить... Недолго летал в небесах, и вот он снова явился прямо из-за... Кринж реакция. ...благородному вниманию новый ролик, в котором мы сегодня рассмотрим очень забавную штучку. Это видео, которое называется Архангельский плач. Что это такое? Это некая дама, которая участвовала в телепередаче Голос у некого Александра Градского. Наверное, вы знаете, кто это такой. Это не слепые прослушивания, это уже какой-то этап голоса какого-то сезона, я не смотрю, но просто мне выпала эта фигня, или кто-то скинул, и я долго над этим угорал. Потом решил все-таки отложить это и когда-то записать. Сегодня наткнулся как раз на эту папку, думаю, надо какую-то ролик записать. Я как-то тоже решил отложить. Монетизации на ютубе нет практически, и надо как-то зарабатывать, поэтому частоту роликов надо увеличивать, чтобы хоть как-то выживать. Кстати, поддержите сразу меня, поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал. В общем, наткнулся сегодня на эту папку, и это прям дикий угар, потому что как я мог так долго это откладывать? Это же прекрасное настроение. Это войдет в аналы истории, и это будет замечательный толчок для творчества. Бля, ребят, мы просто только что на стриме обсуждали каламбуры, вот буквально только что, и пытались вспомнить какие-то вот самые смешные, ну, как там кажется, типа, что-то там кто-то что-то, кто-то сказал, из Чернобыля, из чего-быля. А, есть еще, сейчас, английский прикол. I'm going to Dublin. Типа, я иду в Дублин. I'm going to Dublin. Куда, блин? Типа, to Dublin. Смогли бы вы полюбить радикала? Что там? Калам бур, а телом бел. Значит, наша партия идет на говно, на говногу с историей. То, что происходит на стриме, это пир духа. Я говорю про пир духа. Про пир духа. Подойду к окну. То есть, вот буквально вот сейчас, только что вы с ралли. Нет, я курил с ралли. Вот, просто для записи поясняю. Вы там все это вспоминали? И тут, блядь, аналы истории. Откладывал. Я не знаю, все просто. Толчок для творчества. Один из самых таких смешных, наверное, все-таки, что мне вспоминается. Этот фестиваль для многих групп будет настоящим толчком для творчества. Бля, ну это же уморительная хуйня. Куда, бля. Очень смешной ролик, потому что это действительно стоит увидеть. Называется Сие Мадам. Обожаю. И исполняет она сегодня некую какую-то этническую такую рисовочку, которая и называется... Лена Головач. Ангельский плач. Смотрим все вместе, дружненько. Ура! Полетели. Итак, мы сразу же... Начинается вот это все мероприятие. И мы видим, что на подпевке Елена Минина и Лефлер. Это известные среди любителей русского металла, потому что вокалист справа это бывший участник группы... Среди конкретного жанра русского металла. Просто у Сокола есть металл... Он называет металлом то, что вот он слушает, а остальное так говно какое-то там. Маврин. Вокалистка слева это Алатиелли из эльфийской рукописи. Сейчас у него своя группа. Называется Сепультура. Шучу. Джоконда. Они находятся на бэк-вокале, потому что они находятся у Градского тоже под пятой. Собственно, они тоже проходили программу «Голос» в предыдущие сезоны. Их выбрал Градский. Они у него остались в его комплексе увеселительных мероприятий, который называется «Градский холл». Он до сих пор после кончины Александра Градского, он действует и... Кончины! Бля, извините! После кончины! Бля, извините, пожалуйста, да. Александра Градского постигла нелепая кончина. Этим брендом выступают и Минина, и Лефлер, они как раз уже находятся именно на подпевке, потому что этот участник, это Качуина, она от Градского идет, поэтому... Ой, извините. Ну, приятно видеть знакомые лица. Моченка, давай... Вот смотрите, сразу же здесь... Кончина! Вы скажете, Сокол, ты нам обещал повеселиться, надену кое-что в бою, чтобы охранять интеллект и всю вот эту магическую мощь. Как ты кончил школу? Поставьте лайк сразу же, кто любит Лайн-Нейк 2. Мы видим, что главная звезда... Мы сей, бразь, да. Сейчас в этнической какой-то там одежде, а эти просто в черном, ну, на подпевке стоят. И вы мне спросите, Сокол, ты обещал мне ржачное что-то? А почему похоронная процессия какая-то играет? Сразу же извиняюсь за мой гнусавый голос, потому что Сокол все еще болеет, но контент должен быть лицем, поэтому вот так вот. Почему эта похоронка будет ржачной? Потому что... Я не услышал, что они поют. Звезда этого выступления Татьяна Качулина. Сейчас все ваши сомнения развеются. Как только она запоет, вы сразу все поймете. Ну-ка. Девушка, повезло в цене. Слышите текст, да? То есть такое впечатление, что девушку куда-то продают. Продают, девушка готовится. Девушка... Давайте в наушники даже. Сейчас мы все узнаем. Должна быть лепая. Парни, у кого лепая кончина, плюс в чат. Уморительно. Вы слышали это? Нет, мы не слышали. Так вокал нормально, рубил. Махачкала. То есть пусть это драматургическая какая-то похоронка. Ну, БТВ, кстати, как бы там, Махачкала и что такое, а на самом деле название Махачкала, оно буквально так и состоит из двух слов. Только Кала значит, по-моему, город на каком-то из наречий, там, какого-то из языков Дагестана. И то ли Махач, то ли Махач, это какой-то псевдоним или что-то там такое. Какого-то... Какого-то персонажа. Какого-то, я не помню. Какого-то борца, там, героя. Я уже не помню, кого, если честно. Сокращённая форма имени Магомед. А, ну, Калах, типа, как город-крепость. Как Махачград или там... Кстати, я не знаю, куда ударение ставится. Махач или... Ну, наверное, не знаю, непонятно. ...процессия была, но всё было нормально. По-моему, Махач. Люди пели. Вот это всё они... Ну, оно, как запение можно было это всё воспринимать. Когда мы услышали Татьяну Качулина, вот нам большими буквами показывают, что Татьяна Качулина, это просто... Ай, матушки боженьки мои! Блин, слёзы вышибают. Как даже, типа, получается, то есть это просто... А, это псевдоним, да, вот, Махач. То есть, получается, она как бы даже не Махачкала, а как бы Махачкала. По-хорошему, должна быть. Ну, типа, это не сильно меняет ударение, но вот так. А это просто сокращение. То есть, как, допустим, есть... Лёха Град, как если бы был, допустим. То есть, как вот Лёха, это сокращение от Алексея. Лёха Град. Лёха Бург. Это непрекрасно, друзья мои. Я не знаю, что перешибёт ролик с вокалистом чёрного кофе, который не менее огненно отжёг. Или вот это. Я не знаю, давайте смотреть. Мне кажется, они поборятся, поборятся. Я думаю, всё-таки хэви-метал для вечной жизни срак победит. Силуся! То есть, начинается вот это... Всё, вот это... Я не знаю, как это назвать. Вакханалия или безумие, или психушка, я не знаю, как это назвать. То есть, бэк-вокал, он продолжает дальше вот эту монотонную линию с похоронной процессией. Мы кого-то хороним или кого-то отдаём навсегда, теряем кого-то. Но вокалистка, которая Татьяна Кочурина поёт, она поёт, ну, вообще... Сергей. Нет, Серёга Град. Куда? Она просто орёт мимо нот и причетухой вот это... Настолько глубокое произведение, что участник, который сидит справа, то есть, это дуэли в голосе, по-моему, так это называется, когда выходят двое, один ждёт своего часа, второй выступает, потом они меняются. И вот мы видим четыре организма на подпевке, ну, или как это назвать, в общем, четыре бэк-вокалиста, и пятый вот этот слева сидит. Это как раз противник вот этой вот Татьяны Кочуриной, которая ждёт своей очереди. Посмотрите лицо человека, он как немножко сидит, так типа, что происходит? Нет, надо держать лицо. Я на телевидении. Градский, это команда Градского. Я тоже нахожусь в команде Градского, поэтому я не могу спаривать великого мэтра. Ход. Просто какая-то херня происходит, но надо ли держать, надо держать лицо. Где мне твое забезвечиваешь? Не знаю, он так угорает, это прям так смешно ему, для меня просто, ну... Поёт, поёт. Мне самое главное сейчас в этом ролике не превратиться в этого испанца. Всё-таки Сергей Сокол смешнее поёт. Потому что хочется с сиплой собакой, которой дали под ребра, добить вот эту вот одну ноту. Вот это вот. Это что-то невообразимое. Я когда это увидел, я такой думаю, так, друзья мои, это обязательно должно попасть ко мне на каналчик. Но как-то вот я забыл на пару месяцев об этом и сегодня наткнулся. Думаю, да, детка, наконец-то. Посмотрите на лица всех остальных бэк-вокалистов. Минина закрыла глаза, Лефлер закрыл глаза. Дама слева, ну, у всех немножко грусть на лице, но мне кажется, мне кажется, что грусть у них на лице не от того, что они прониклись в драматургию данного произведения, потому что они просто охеревают от того, что их заставили вот это. Ну, просто оно не смешное. Потому что, ну, если судить по себе, вот если бы я участвовал в каком-то англомерате, состоящем из нескольких людей, и мне нужно было бы их помогать в чем-то, и когда один из этих людей начал бы творить какую-то дичь, я такие, а у тебя подписан договорчик, пожалуйста, ты должен ему помогать. И он такой, я буду бегать с унитазом на голове. И ты такой, ты подписал контракт, тебе тоже придется надеть это на голову. И ты такой, блин, ну контракт подписан, согласен. Боже не знаю, это как у него, Боже не знаю. В этот момент все зрители и вся страна такие. Ну, то есть, на голосе очень разные произведения. Самые разные. Джаз, рок, что только не было. Фолк, там какое-то безумие совершенно. На английских... И что, неужели там хоть раз было что-то действительно хорошее? Языка, все что угодно. Кантри, там что-то... На русском я ни разу не слышал, что прям что-то суперкрутое было. Там, понятно, типа из разных жанров берут произведения, но что-то было прям вот такое, что вау, я хочу это миллиард раз переслушать. Ни разу такого не было. Не было. Все стили, и понятно, что эта передача очень разнообразная и разосторонняя. Но здесь, я так полагаю, все просто, начиная от жюри, кончая зрительным залом в студии... Ну, может, я и не смотрел. Люди просто кончились в этот момент, потому что какое бы это не было бы по-настоящему реплика какого-нибудь действительно обряда старорусского, да? В будущем, сразу заглядывая в будущее, слова Градского, потому что я посмотрел еще то, что судьи будут говорить после, и Градский как раз рассказывал о том, что это архангельский плач, это когда отдают даму замуж за кого-то, вот она не знает, что ее ждет, и там, в общем, я вставлю этот кусочек, момент быстренько, Градский вам это осветит. В общем, не на плоху ведут вроде девчоночку и девчоночку. Конечно, судьба не завидная, но это выглядит каким-то безумием, психбольницей, ну, простите, не в обиду Градскому хочется сказать, но просто мне вот немножко на это смотреть стыдновато. Ну, немножко стыдновато, вот так вот. Больше всего мне нравится, когда в таком безумии начинаются тонкие ценители прекрасного появляются. Сейчас показали Градского, и она там, и Градский такой, как тонко. Да-да-да-да-да, я тоже всегда охереваю. Ох ты ж, смотри, как глубоко копнуло. И так сидит прямо, так с таким прищуром вдаль. Да что, блин, да вы прикалываетесь, что ли? Она просто орет припадочная. Я могу так альбомы записывать весь день, там, каждый день по альбому писать. Ну, так ты так и делаешь. Просто берешь любую песню, я не знаю, давайте возьмем закат группаря, да? Я вижу, как закат. Вот шутки шутками, а не лето. Так карьеру себе сделал. В лице особо я не заметил. Может быть, я не настолько глубоко смотрю вглубь. Творчество какого-то... Или кто там, Слава Мерлова. Заигрался вот этого разностороннего человека. Я сейчас про Градска, потому что он выбрал этот трек. Понятно, что не сама девушка это выбрала, хотя я на сто процентов не уверен, но думаю, что без участия Градского, так как он там мэтр, ничего бы этого не произошло. Градский, наверное, хотел просто поразить всех именно вот... «Плыть в серебре». С жути вот этой вот, чтобы типа «О, вот это смелость!» Блин, ну я бы никогда... Вот остальные участники, я на сто процентов уверен, они сидят такой... Никогда. Но Эндрю Смайлов правильно подсказывает, что это всё говорит автор бессмертных мемов про «Хэви метал твай» «Для вечной жизни сурак» «И про «Плыть в серебре» «И ещё про «Никогда»» «Не то что слушать не стал, выбрать, это вообще даже подумать страшно, что можно выбрать. Все тренды. Ну я и сделал разбор. Про это видео есть. Она просто закрыла глаза и свиньёй орёт просто на взал. Свиньёй. А я просто тюзя. Чё смешно в это? Не смешно. Я доверяю, что её куда-то, ну как минимум, на турбане ноги поведут сейчас. Ну не меньше, потому что что-то прям очень трагичное и очень нелепое всё это. Градский, к счастью, этого всего не увидит, этого видео, поэтому он не обидится. Скинуть вы ему это уже не сможете, поэтому я могу смело записывать. Это удачный подбор звук. Удачный. На следующий день Сокол записывает роль. Ну то есть, как бы, прикол не это, не в Нилеты и не в Славе Мерлоу. Они на самом деле оба весьма и весьма шарят, как бы, на самом-то деле. Но прикол в том, что вот именно эту музыку народ стал слушать массово. Вот в чём будет. Тогда как это. Градский пришёл во сне и устроил Сокол Кузькину мать. Причитание закончилось и просто из собаки, которой пнули под ребра, сейчас уже у нас настоящая волчица, которая, у которой забрали всё потомство и съели на глазах. Жестковато, да, немножко? Немножечко. Кофельку на костриночке. Слушайте, вот я смотрю на это, Так, пауза. Хочу надеть носки. Так, где там у нас смеха, как говорится, вот это самое. Хочется взять, ну, у меня желание такое взять пожарный шланг и смыть это всё со сцены. Может быть, девочка и поёт хорошо, я не знаю. Просто вот это, оно, мне кажется, каждый человек такой, вот его встань к микрофону, пусти, и любой человек с минус слухом, с минус голосом может вот так вот орать и причитать. Ну, я могу. Я хотя, ну, несмотря на то, что это не пение. Лучше, молодо! Нет, и там повезло, в цене тихонько на заднем плане, это Блин, прекрасно. Напишите в комментариях, что вам больше В плане стыда, что вызывает больше стыд, вот Архангельский план, То есть я такую музыку, конечно, слушать бы не стал, но, как бы, я вынужден признать, что там есть вот эти вот, типа, переходы, какие-то сложные, они сквозь весь пиздец данной музыки прослушиваются. То есть, именно какая-то типа, типа, народная какая-то там техника. Плач или поздравление с ним. Как она делается, я не знаю, но обязательно посмотрите ролик, убойный, просто смешной. Умом, разумом, да глупехонька. Ну, естественно, согласится Петя, я не знаю, был ли у нее выбор отказаться, я просто представляю себя на ее месте. Вот я попал в Градскому метру, самый большой вокалист, и он такой, так, Сокол, все, отлично, Ракешник, мы с тобой долбанули, пап-сятинку мы с тобой сделали, классическое произведение сделали, вот теперь вот это будешь. Я такой, почему? Почему? Можно отказаться? Он такой, нет, нельзя отказаться, ты все подписал, я такой, убейте меня. Ну, ну, я не знаю. Да какие ручки-ноженьки-танехоньки, что происходит? И Пелагея такая сидит, гребаная глубина, это слишком глубоко, блин, и такая ручки сложила, на самом деле, понятно, что она так не думает, она такая думает, гребаная, Александр Борисович, что-то вы совсем душенька наша из сознательной адекватности-то выпали, но я просто вот так сижать буду из уважения, потому что, ну, как бы, это же Градский. Она просто терпеть сидит, я Пелагею такой не видел, она когда, когда делает что-то вот наподобие этого, типа, вдумчиво вникает в произведение, она смотрит на сцену всегда, она смотрит, пожирает глазами, кайфует, там, все вот это вот, она человек эмоций. Здесь, посмотрите, человек боится шелоху. Слушай, как бы, зная, что делает Пелагея, она, скорее всего, что-то крайне знакомое, слушая, для себя. Чтобы Градский не увидел ее неудовольствие от происходящего. Внезапная рекламная интеграция моего бусти. Подписывайтесь по ссылочке в описании. Ранний доступ к реакциям, эксклюзивный контент. Подписывайся, не пожалеешь. 200 рублей в месяц. Только сегодня, только здесь. Кринш, это смотреть невозможно, это прям волосы выпадают от этого всего, и Пелагея, из уважения к Александру Градскому, она сидит вот так и боится пошелохнуться, чтобы ничего не дрогнуло. Я просто превращусь и буду сидеть, дабы не обидеть Великого Мэтта. Лицо умения, но я сейчас на стоп-кадре было такое же, как у Пелагея. Твою мать, что нахрен происходит? Какое это... Держись, Лена, держись. Ну, он вот приписывает эмоции людям, которых нет у них. Которые ему хотелось бы видеть. Покажите Билана, пожалуйста. Билана и Агутина, мне очень хочется посмотреть. Вот, бэк-вокал слушать приятно. Там они раскладывают в интервалы и просто голоса красивые пилучие. Сокол, оказывается, знает, что такое раскладывать в интервалы. А что ж ты это не используешь? Просто кто-то вывел, я не знаю, обезьяну на поводке. Пиаришь Бусти, пока основные зрители будут его смотреть на Бусти. Ну, эту реакцию я залью сразу в открытый доступ. Тут, в принципе, ничего такого нет. Но вот конкретно в данный момент, 22-го в 4 часа ночи, апреля 22-го года, на Бусти пока что лежит реакция на видео Сокола про Хованского. Вот так. Жемчужинка-то как? А здесь у нас что, у нас сопельки побежали тихонько с носа, я не понимаю, потому что на остальном лице я не вижу следа мокрой дорожки, только под носом. Настолько вжиться в роль, что слез нет, но сопли уже бегут, но это прям, это высшее искусство, погружение в образ. Татьяна Кочурина, архангельский свадебный плащ, а, градский, музыка и слова народные, ну, понятно, вот все, что я говорил. Не, реально у него сопли бегут из носа, почему ни разу не показали остальных членов жюри Пелагея, только показали и градского. Вот и Агутин подъехал. Агутин имеет образ такого, блин, слезы вышибают, имеет образ такого человека, который, как у нас в голосе это выражение, любят, оценитель вкусный музык. Ах ты жулик! Так надо скрыть стрим-то. Такой прям разносторонний, глубокий и, именно самое главное, современный такой, знаете, человек, который разбирается в музыке. И вот этот взгляд, он прям выдает полностью на 100%. Человек не, он уже, можно сказать, в этом этаже, потому что на сцене уже хренлярты лет, и если Пелагея это еще такая девчушка на цветочном лугу, над которой давлеет вот эта вот глыба в виде градского, и уважение, и, можно сказать, какое-то подбострастие перед градским Пелагеей присутствует очень сильно выраженно, она как бы ему из уважения очень сильно меняет свою тактику поведение. У Агутина ничего нет, ни одной толики скромности в этом моменте, ни грамуречка, он просто сидит и смотрит на человека, который хочет вот точно так же, как я, смыть это пожарным шлангом, струей, эту верещающую обезьяну со сцены. Не внешность, сразу говорю, это вот этот образ, сочетание несочетаемого, о котором я говорил чуть выше. Посмотрите на эти глаза убийцы, просто он сидит, это просто офигенно, друзья мои, он ненавидит то, что видит, понимаете? Ну, как говорится, не похожий на тебя, а не похожий на меня, просто тупо это прохожий парень чернокожий, да. Это стихия, ненавидит то, что видит. Это кошмар, эта херня не кончается, друзья мои, она просто орет бабкой-причетухой, вот знаете, вот плакальщиц, которых на похороны вызывали, даже деньги платили, вот чтоб громко орали и причитали, не в связно, не в попад, вот это, вот это, вот несколько бабок воплотились в одной, ну не знаю, молодой девушке, скажем так. Это на похоронах меня все время это убивало, то есть, ну ты пришел, поскорбел, с мрачным лицом поставил, на кого ж ты нас покинул, у гроба. Мне вот это все время бесило, мне хотелось за шкирку постоянно взять эту бабку, нахрен, выкинуть с похорон, просто чтоб больше не видеть, потому что, ну, это выглядит неестественно, люди так не скорбят, это бред, который выдумали, я не знаю, в Корее, в Северной или еще где-то, ну, чтобы правитель, который особенно вот этих плакальщиц заказывали правителю, чтобы они видели, как страдают по его уходу. Если у тебя это твой, там, любимый человек, ты просто будешь стоять с мрачным лицом и все это в себе переживать. А когда правитель все будут норчать... Не факт, вообще не факт. Что ли, нет, правителю надо громко уйти, с помпой, вот это все, и вот вызывали вот таких вот плакальщиц, чтобы они стенали на все кругу, чтобы в деревнях во всех окна трещали на окраинах. И вот это мы и происходим. Это омерзительно, это невозможно выносить, это отвратительно, мерзко, гадко, невозможно смотреть. Я поддерживаю здесь Агутина на 100%. Если бы мне не было так угарно, я бы смотрел с лицом убийцы бы на это все так же, как он. Но мне не угарно. Покажите нам, Билана, последний человечек остался. Ну, я и как бы это, лица убийцы у меня нет. Посмотрите на Пелагею, просто посмотрите. Это вот мне, как человеку, как психологу, вы знаете меня уже, я уже зарекомендую... А что это ты психолог-то? Может, я психолог? ...давал себя разбором всяких возможных психологических перипетий, и этот... Ничего себе, он оказывается зарекомендовал себе, это я зарекомендовал. Это я психолог, да. Момент просто уникален. Посмотрите на лицо Пелагеи. Вот на поворот головы, на ладошки. Что сейчас произошло, я вам просто сейчас объясню на пальчиках. Смотрите, девушка сидела, боясь шелохнуться, об этом я говорил, да, чтобы Градского не обидеть. Песня закончилась, нужно как-то отреагировать. Можно было поднять голову трагически, вот так вот, смотря на архангельский этот плач, на девушку, которая это все пела, с трагическим лицом похлопать, и казалось бы, все. Но Пелагея, она очень искренняя девушка. Она очень умная девушка. В связи с этим она очень чувствительная девушка совсем, потому что, ну вот она такая, искренняя, чувствительная, добрая девушка. И когда вот эта вся вакханалия безумная, вот эта вот кринжовая прошла, она поднимает руки и с лицом как будто поворачивается на Градского, и мимика у нее на лице Александр Борисович, вы бедный Александр Борисович. Вот так вот выражение у нее на лице, понимаете? То есть она уже понимает, что с Градским в этот момент не все в порядке. Ну, вы сами видели это лицо, не хочу ничего говорить, я Градского уважаю бесспорно, он охеренный вокалист, он много всего. Как это? Зачем уважать человека бесспорно? Сделал на сцене. Но вот в этот момент мне уже, в принципе, было страшно на Градского смотреть, это, видимо, какие-то уже последние сезоны перед его кончиной, и лицо лицо у Градского, вы видели, вот это вот оно уже само по себе выглядит, как человек одной ногой в могиле, то есть вот какое-то, знаете, не совсем естественное выражение на лице у Градского, то есть человек, который уже слышит дыхание смерти, он еще с нами, но он уже одной ногой там, и вот у него прямо на лице это уже видно, отображается. И Пелагея как бы, она вот это все тоже видит, она очень чуткая умная девушка, она это все видит, она понимает, что, ну, скорее всего, вот этот архангельский плач, он был заказан именно вот под этим состоянием, которое у Градского сейчас есть. И она поворачивает руки, и она понимает, что это дичь, которую мы сейчас увидели, но она вот с этой сердобольностью и какой-то страхом за Градского поворачивает на него лицо и смотрит, как Градский-то сам выглядит в этот момент. Посмотрите, вот ее лицо, это полностью человек, который очень переживает за уважаемого ей мэтра. Вот она не то, что даже переживает, она смотрит уже немножко, как более старший человек, ну вот, когда немножко человек уже скажем так в дом престарелых когда увозят человека и он не совсем уже там не может дорогу найти где-то вот какие-то вещи такие происходят и ты его как бы любишь вроде уважаешь но ты уже смотришь на него с неким таким сожалением типа ну вот так вот сейчас у нас понимаете его купил агей такое точно лицо это нахрен вообще не смешно но тем не менее она читается везде слышите я сразу хочется сказать вы видите недовольство градского потому что все жюри естественно я не стала показ потому что ролик был бы и так бы слишком блин все члены жюри высказались плюс-минус манере том что ну это такое как бы ну я конечно не понимаю особо но но в общем никакой поддержки конечно же это не выказал это безумие когда мы видели и градский сейчас гориток вы просто не поняли вы просто не поняли сейчас я вам все объясню и вот это объяснение начинает происходили печальные события это было так очень тихо очень заунывно и весьма печально это притворный плач она притворяется и так грустно что ее подружка выходит замуж вот об чем речь вы видите что происходит вы же ничего не поняли брак не всегда приятная вещь так вот она орел как резана причитает когда человека убили все-таки понятно видите это неловкость которая висит в воздухе вот у нас не умеет телевидение российской остановиться вот не умеет вот видно что грани уже ну не надо было ему этот сезон сидеть он уже видно что человек уже одной ногой на том свете находится он уже не совсем с нами не совсем там еще и какая разница что было вот в то время да в дальние нам не красиво вы не знаете так это же свадебный плач притворный плач что вот все во штыки-то приняли и все человек сидит он не понимает что корзин что это было это если это выглядит ужасно музыкальное произведение которое является неким конкурентоспособным блюдом в этих поединках между другими людьми которые вышли с хорошими песнями это выглядит максимально проигрышно в это выглядит стыдно это выглядит кринжово и городский недоволен тем что так приняли его вот этот вот грань эту сознание с помощью которой он решил почему-то выбрать вот этот вот жуть и он сидите сейчас с недовольным видом и говорит ничего не понимаете ничего не понимаете блин ну человек вот уже когда близость смерти но у меня это очень сильно людей городский вообще сейчас на себя не похож не внешне не то как он говорит и реагирует на все это вот нельзя остановиться нельзя вот мы будем до конца вот этого городки сидел в голосе он будет сидеть по моему даже на носилках и вывозили отсюда я даже по моему фотки видел да это ждала увидели вотhol успеет из причиной такой вот знать вот старческая вот это которая уже не совсем уже адекватно и со всем уважением говорю например нельзя как знаете вот эту пословицу о мертвых либо хорошо либо ничего кроме правды и самое главное потому что у этой пословице у нас искаженный и почему то обрезанной во пресном виде всем подают о покойнике либо хорошо либо ничего не или хорошо либо ничего прям правда я говорю правда ничего не придумаю Человек видит, что человек сидит неожиданно, злится, а тут же начинает смеяться над вещью, которая не особо смешная, вообще не смешная. Все делают вид, натягивают улыбки, поддакивают, кивают головой, всем неловко, грёбанное телевидение, никто остановиться не может. В общем, друзья мои, это просто жуткий какой-то лютый трындец, то, что мы с вами посмотрели. Оно, конечно, смешно, именно как музыкальное произведение, которое можно просто на канале пошутить над которым, оно смешно. Когда мы начинаем это воспринимать от того, почему это музыкальное произведение вообще появилось на программе «Голос», ну, равно из-за Градского, да, становится грустно, потому что он такой человек, глыба, и вот, ну, уже в таком состоянии сидит. Мне не грустно и не смешно, а чё, хуня, какая-то грустная смешность. А нормально посидит ещё сезончик, ничего с ним не будет. И потом на носилочках его со студии вывозят. Ролика достаточно двухмедальный, две стороны одной медали, да, с одной стороны угарный, дико ржать, с другой стороны... Ну что, взять со старика. Пишите, что он больше понравилось, что вам показалось смешнее, архангельский плач или поздравление варшавского. Почему сравниваете два момента? Ну, потому что одинаковый, примерно, стыд я испытал и там, и там. Чем с вами был Сокол Истинный Маг, да пребудет с вами Сила. Подписывайтесь на Трега. Ну, вот такой вот он человек, может быть, просто, я не знаю, там, его пускали, не его не выпускали, ещё что-то. Может, ему вот хотелось до последнего быть в работе, быть нужным, не знаю, быть... Ну, как бы... Есть даже какой-то свой прикол в том, что вот его вот выносят вот на носилках, вот потому что там это... Я не думаю, потому что там какой-то контракт или ещё какая-то история, а... Вот... Ну, блядь, не дома же ему сидеть, я не знаю, вот... До последнего пыхтеть. Вот так хотелось. Приколы какие-то там мутить. Ну, это странная, конечно, музыка, но... Чё-то... Какое-то очень смешное, очень кринжовое. Ну, не знаю, сам Сокол более смешное и кринжовое, как бы, так что... Я не увидел. Спасибо ещё раз огромное. Донатер с никнеймом. Ну, всё.